Привет, друзья! Меня зовут Богдан и вы на канале Будни Дэй. Стойте, вы их любите, ваше любимое интервью. Вы постоянно мне о них говорите и постоянно говорите, приглашай тех, кто уже переехал, приглашай каких-то своих подписчиков. И я с удовольствием это делаю. Но сегодня у меня необычное интервью, оно второе. Первое уже появляется в подсказках в правом верхнем углу. Это человек, которого многие из вас знают. Он приезжал в Москву в том году, потом у него не сложилось. И вот его возвращение. Итак, приятного просмотра, а мы начинаем. Слушай, за что бы ты себя мог действительно поругать? В чем ты ошибся, в чем ты был неправ тогда, что привело тебя в итоге к решению вернуться домой и отсрочить вот это все пребывание в Москве? Когда я только приехал сюда, я в декабре приехал, с декабря и до Нового года все шло хорошо. Но вот как Новый год наступил, тогда, не знаю, как будто меня поменяли, и пошла полная апатия, какая-то депрессия, почему-то все надоело, и появилась лень. И вот из-за этой лени я перестал действовать, забыл, зачем я сюда приехал, и начал просто ничего не делать. Расслабился, да? Расслабился, полностью расслабился. Да, да, да. Блог перестал вести, развиваться также перестал, не тренировался. Калывать перестал. Да, 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 да. И вот это вот все, что я вот раньше строил, оно пошло вниз. Вся мотивация, все вот эти цели, все они пропали. Я просто стал как обычный житель Москвы. Как будто у тебя есть квартира, как бы... Да, как будто все хорошо, и не надо ни о чем беспокоиться. Вот это, кстати, частая ошибка, зная, что люди, приехав и сразу попав в какие-то тепличные условия, то есть у них сразу, как бы, они не искали месяц работу, они не перебивались там с воды на хлеб или что-то еще. Вот частенько у меня было примерно, вот, ну, примерно так же. Только спустя полгода. Это частая ошибка, ребята, тех, кто переезжает в Москву и которым сразу везет. Потому что многие едут уже на готовые условия, многие едут уже на, ну, как бы, с какой-то такой, знаешь, долей, ну, реально везения. Когда ты приехал, раз тебе прям подвернулось какое-то знакомство или какая-то работа. Поэтому это прям, ну, это реально беда. И еще один такой факт, то, что мы переехали в новый хостел, такой молодежный хостел переехали, и началось вот это веселье. Ты уже захотел, ты ночью не спать ложись, а ты ночью идешь играть, веселиться, всякие разные игры. И это тоже послужило толчок вниз. Да вообще, мне кажется, любое расслабление, которое, знаешь, как, не то что расслабление, а, ну, действие не по плану какому-то, то есть и не по ситуации, что ты выбираешь, как бы, расслабление вместо работы, когда ты себе не можешь этого позволить на первых порах. Это, ну, оно реально, как бы, угнетает и убивает вообще вот эту историю. Потом ты спотыкаешься в итоге, теряешь концентрацию, теряешь какие-то, вот, какое-то свое положение, опускайся ниже, и все, и ты ловишь депрессию, ловишь вот эту всю, ну, как бы, слабость. Коротко, если сказать, просто вот я перегорел. У меня были представления о Москве какие-то завышенные, я приехал, все началось по-другому. Тут еще как, когда зарабатываешь, когда у тебя и деньги есть, ты же не хочешь еще больше зарабатывать, не знаю, как-то все хватало, не было вот этого желания какого-то. Ну, хотя сказать, признаться честно, деньги у тебя тогда были, ну, не супер прям... Ну, не-не-не, до декабря как-то зарабатывал, какие-то деньги я накопил. А, нет, дома, да? А, ну, то есть ты приехал... Не-не-не, вот я тебе сказал, декабрь у меня хорошо шел. Я работал, прям вот конкретно работал, сидел и накопил деньги. И в Новый год я зашел с какой-то суммой и подумал, блин, поживу на эти деньги. И вот так, из-за этого... Но если не секрет, много ты накопил относительно той суммы, с которой ты приехал? Не-не-не, 30 было, я их рассчитывал, то, что вот я неделю просто отдохнул, типа, молодец, неделю отдохнул, и все, и пошел. Да-да-да, это так, это сейчас... Я посуду через час, я покушал, это я так с посудой у меня, я поел, посуду сбросил в мойку, такой, сейчас чай попью туда-сюда, вот, похожу, а то тяжело, и потом в итоге ты ее моешь, блин, вечером или на следующий день. Если, например, брать сейчас, что в тебе поменялось по сравнению с тем, кем ты был вот год назад? Что самое главное, вот ты отметишь, ну, три качества, ну, не то, что, может, три качества, а каких-то три положения в тебе, неважно, финансовое, может, ты с миллионом приехал, может, ты приехал специалистом, может, ты приехал, я не знаю, уже на что-то готовое, может, тебе подарили квартиру. Что в тебе поменялось, что в тебе сейчас не так, как было раньше? В первую очередь она поменялась, это мышление. Я уже начал по-другому думать, уже понял систему, как она вся работает, и что здесь нужно делать. Это, в первую очередь, самое важное, что у меня здесь поменялось. Второе, я что здесь понял, если ты, откуда ты приехал, там никто, то приехав сюда, ты так же будешь никем. Это точно, вот сто процентов. Если ты там не мог действовать, то ты здесь тоже не будешь действовать. Такая фигня бывает с переездом за границу. Вот люди смотрят про Штаты, то есть про США, там, как там все круто, как там люди зарабатывают по 150 долларов в день, думают, блин, вот надо из своего Сургута с 15 тысяч съезжать, ехать в США и все. Ну, там тоже точно такая же история будет, потому что там зарабатывают больше и жизнь дороже. Да, такое ошибочное мнение, как будто город поменяет тебя как человека. Нет, если ты... То есть, смотри, первое, это мышление в плане отношения к своей деятельности, к себе, к тому, что нужно делать, что не нужно. Что второе? Вот что прям изменилось в плане того, может, ты... Ты, кстати, же, по-моему, специальность получил. Ты, ну, как бы уже приехал. Да, да, как я уже сказал, надо что-то получить, чтобы не просто сюда приехать, вот как я приехал, и просто работал курьером. Я мог бы и в Саратове этим курьером поработать. Нужно сюда ехать с определенной, знаешь, какой-то целью. Я вот нашел, что я хочу делать, отучился на это, и уже могу сюда ехать именно конкретно за этой задачей. Это делай, да. За этой задачей. Вот это я понял. Потому что я когда тогда приехал, у меня не было абсолютно никаких планов. Я даже не строил, кем я встану здесь. Просто приехал, работал, и надеялся, что как-то само все урегулируется и наладится. Нет, так не работает. Надо уже... Надо с определенными навыки, нужны какие-то навыки. То есть там, как говорится, начнем, а там как пойдет. А там на месте разберемся, да? Да, да, да. А если ты уж решил сюда приехать, то надо вот не тратить экономить, стараться, не знаю, какие-то цели прописать и стараться отучиться где-то, ну, на какую-то там курс. Дома еще, да? Не, не, если ты даже вот решил, вот я вот приехал сюда, мне нужно было задачу. Я тебе сказал, что у меня в Новый год я зашел с суммой, да? Мне не нужно было сказать, вот я заслужил отдых. Нет, отдых, пока ты ничего не дарился. Надо было эту сумму инвестировать. Ты должен был инвестировать, да. Ты должен был инвестировать в себя, в свои знания, чтобы ты уже не курьером мог работать, а мог пойти там уже на более высокие должности устроиться. Ну и, конечно, еще важно найти деятельность по душе. По душе, да. Потому что вначале даже, например, нашел ты, ну, условно говоря, решил ты стать фотографом. Ты, если тебе это нравится, тебя это прет, во-первых, ты будешь расти, во-вторых, ты будешь готов даже за маленькие деньги работать. Я знаю, у меня пара знакомых есть, которые вообще первое время они работали на работе и фотографировали свадьбы там буквально, то есть там, знаете, пробковый сбор, то есть, условно говоря, за пленку там, за флешку, то есть там их покормили, 500 рублей дали, они, блин, довольны были, но они получали опыт, они получали рекомендацию, обратную связь, и у них были силы делать много раз одно и то же, пока они не вырастут. Это тоже важно. И смотри, еще один момент, такой можно оступиться в том, что вот я когда приехал, ты вот не знаешь, что тебе ближе, ты уже, ты пока что не понимаешь, что тебе ближе, какие-то там навязанные установки, что тут хорошо, что тут хорошо, надо, я просто сидел, вот какая у меня была на тот момент отговорка, почему я куда-то, в какой-то сфере не отучусь, типа я не знаю, это мое или нет, вот это думал, мое или нет, надо вот пробовать, вот, нашел ты какую-то сферу, она вроде более-менее преуспевающая, ты просто идешь туда, а там уже со временем ты поймешь, это твое или не твое. Это лучше, чем ты просто так будешь это ходить и говорить, вот я еще не нашел себя и все это вроде. Смотри, мне часто пишут еще в комментариях, что нужна, вот это реально пишут прям много человек, многие сюда хотят приехать реально уже в тепличные условия, то есть они хотят квартиру снять на два месяца, чтобы еще и подушка была, это да, это хорошо, но скажи вот по-твоему, уже на твоем опыте, деньги, они важны, то с чем ты приезжаешь в Москву? И да, и нет, начну вот смотри, да почему, допустим, я в Саратове, вот я сейчас вот учусь, отучился на тренера и пробую сейчас здесь уже устроиться, грубо говоря, я в Саратове, преуспевающий тренер и хочу просто переехать в Москву, я не хочу там кантоваться, не знаю, там хостели и все такое, я привык к комфорту, да, тебе нужно сначала накопить денег, чтобы ты здесь уже снял квартиру, чтобы, ну, условия твои не падали, так скажем. Это знаешь, как типа, вот я сюда не пойду, потому что это для меня слишком низко. Да-да-да, ну, такой же есть, ты, допустим, там, ну, как бы это да. Ты профессионал в какой-то области, но ты не хочешь туда идти, ты знаешь нам свою цену, грубо говоря. А я не буду есть макароны, когда я, там, за 15 рублей, когда я могу съесть макароны, там, за 80 рублей, условно, да? А вообще, смотри, для чего бы ты посоветовал, ну, как бы, что у человека должно быть в голове, когда он переезжает в Москву, чтобы он здесь получил опыт, чтобы он здесь остался, чтобы он здесь заработал денег себе, что-то там купил. Ну, вот, для чего вообще ты сюда приехал? Зачем тебе это? Говорят же, что вот в России есть Москва, есть остальные регионы. Да-да-да, то, что вот Москва не все, а там ничего. И это вот правда. Ну, конечно. Это правда. Вот для этого и надо ехать. Если ты сюда едешь с целью здесь чего-то добиться, и ты готов здесь вкалывать, Москва тебе это даст. Вот для этого. Если ты там в регионе пыхтишь-пыхтишь, а у тебя не получается, ну, потому что такой слабый регион у тебя, а Москва тебе в этом поможет. Пыхтишь-пыхтишь и... Да-да-да. Пыхтишь-пыхтишь и у тебя выстрелит. Потому что здесь связи есть, здесь люди богатые, люди есть, и здесь очень много денег. Ну, опять же, деньги у тех, кто пыхтит правильно. Да, пыхтить надо не просто... Не просто вкалывать там где-то на, не знаю, на стройке разнорабочим постоянно. То есть нужно повышать свой уровень. И зачем ты вообще сюда приехал? Что ты, твой план, например, на ближайшие... Ну, пять лет не будем загадывать, потому что тут, блин, тут каждый месяц все меняется, раз и закрыли на пандемию. Приехал я сюда. В плане, смотри, работа, жизнь, какая-то вот личная жизнь. Вот что ты хочешь? Накопить денег, уехать домой, купить себе пентхаус, открыть свой клуб? Или же ты хочешь здесь пробиться, уехать в Америку? Или ты хочешь, например, стать, не знаю, чемпионом в каком-то виде спорта? Или вот что тебя сюда привело на перспективу? Мне... В Москву я приехал сюда вот закалиться. Если бы у меня здесь было много денег, я мог бы работать удаленно, я бы в Москву не ехал. Не жил бы я здесь. Не нравится мне Москва. Приехал я сюда вот чисто сейчас устроиться в зал и проработать вот это все. Получить опыт, да? Вот этот опыт получить, да. Чтобы, если ты в Москве все выдержишь, то в другом городе ты точно справишься. Смотри, к примеру, да, закалился. Вот Москва, к примеру, да, через год ты уже стабильный, как бы классный тренер со своей базой клиентов. То есть тебя... Ну, ты, действительно, к тебе обратились, и ты сделал, вывел человека на результат. Ну, например, дальше что? Вот через год, да, вот ты таких успехов добился, условно говоря. То есть, ну, ты стал лучше, профессиональнее, опытнее, дороже. Что ты дальше будешь делать? Я выхожу в онлайн и еду в Сочи. Да? Серьезно? То есть в Москве не планируешь оставаться? Я, кстати, тоже вот говорю насчет того, что Москва, это не прям точка какой-то там, ты не обязан ехать. Я, например, тоже не собираюсь в Москве оставаться. У меня сейчас вообще есть мысль за границу поехать. Ты сюда должен приехать, потому что здесь самый максимальный левел, как в плане денег, так и в плане развития, так и в плане, например, конкуренции. То есть здесь, как там говорил, как акула, да, надо быть. Вот если ты выдержал это, ты можешь плыть в любую гавань, то есть тебе это все нипочем. То есть Россия, ты будешь щелкать как орешки. Согласен? Да, да, да. Здесь людей слабых и сильных на очень сильно делятся, на две эти категории. Слабые здесь остаются слабыми, они вот это те, которые вот так работают, там по вахтам туда-сюда бегать. Сильные это те, которые приехали сюда на вахту, они начали на вахте работать, но они понимают, что они могут больше работают-работают, там заработали, вложили в знания, попробовали здесь что-то заработать, здесь что-то. Головой уже начали работать. Эти люди уже, знаешь, как сталь, сталь, да? Сталь, да, да. Как титан, да? Да, как сталь, они уже закаменели такие, и они чувствуют уверенно уже себя везде. Я тоже, знаешь, как считаю, что человек, он должен быть мечтателем, но прагматичным, то есть, чтобы он летал мыслями в облаках, но как бы, вернее, сердцем в облаках, а мыслями он был на земле и пробивал вот это все. Надо просто помнить, что мечты без действия, они никогда не работают, не работали и не будут работать. А действия без мечты могут тебя никуда не привести. Или же приведу, но опять же. Не знаешь, куда ты плывешь. Это знаешь, как люди, которые, например, заработали много денег, вот часто есть женщины, карьеристки, они пахают, типа, я сильная такая, все, да, да, да. Она раз, а потом в 50 лет такая, блин, а нафиг мне эти деньги. Вот точно так же, если без мечты. В погоне вот за этими деньгами, мы сейчас про деньги говорим, в погоне за этими деньгами не забыть, не забывать жить. Потому что, как ты сказал, многие вот, у них вот есть мечта стать богатыми, они хотят, чтобы в деньгах. Да, да. Они стремятся, работают, 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 а потом, как ты говоришь, в 50 лет, у тебя ни семьи, ничего, ты один, и ты думаешь, а вот нужны ли были мне эти деньги? Сто процентов. Я прям, ну, и таких людей зачастую видно, они одиноки, у них, знаешь, как, они вроде бы одеты с иголочки, но в глазах какая-то пустота, они настолько уже обесточены вот от жизни, то есть, ну, они уже как бы, они в принципе в кайфе уже, им в принципе ничего не надо, не заморачиваться, ничего, у них много свободного времени, но у них нет вот этой жизненной энергии, потому что они ее растратили, их ресурс выработался тогда, когда они деньги зарабатывали. Такой вопрос, если заговорили о деньгах, сколько тебе надо денег? Вот, например, вот, в течение года, вот на какой бы ты доход хотел бы выйти, и какой тебе доход был бы комфортно достаточен, вот сейчас, да? чтобы сейчас чувствовать в себя уверенность, съехать в квартиру. Знаешь как, не то, что там снять, ну, что ты, ну, к чему ты, чтобы ты хотел, и к чему ты стремишься. я вот, ближайший, вот, там, говорим, полгода, у меня цель, это вот выйти на доход от 100 тысяч, вот, от 100, чтобы уверенно было. на что бы потратил, 100 тысяч ты в месяц получаешь, работаешь, условно говоря, там, 2252, вот, как-то так, вот, 100 тысяч ты получаешь, вот, куда ты их тратишь в течение месяца? Я бы их обратно в себя инвестировал, чтобы не работать 2, 2, 1, 1. Чтобы работать дома, в своем. То есть, ты бы не снимал квартиру, даже если бы ты зарабатывал там? Нет, снимал, снимал, нет. Я бы снял сразу квартиру, я на данный момент в капсульном хостеле живу, достаточно хороший хостел, если сравнивать с другими, но я такой... Ну что, ты 2 дня назад только приехал, 2-3 дня. Да, это еще тоже расскажу, почему я уехал вообще. Я такой человек, что я не люблю, когда рядом со мной, знаешь, как, вот, допустим, я в хостеле живу, есть такая поговорка, в соленую балку огурцов, за суть целый, не соленый, он станет таким вверх соленым. Да, 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 да. И поэтому мне сейчас трудно, я приехал туда, есть ребята, которые там развиваются, а есть и те, которые, допустим, там, они работают, им достаточно. Ты все равно ты это видишь, ты там работаешь, работаешь, видишь, как они там, не знаю, веселятся, все равно как-то тянет туда. Конечно. В Москву тянет отдохнуть, типа, Ибрагим, отдохни, там, и все в этом роде. Вот это была проблема у меня, когда я объяснял в прошлом году. Окружение формирует твое, как бы, ощущение. И поэтому я бы точно съехал в квартиру, чтобы я, вот, я люблю один быть. Согласен, вот, я тоже жил в хостеле. Ну, мы тоже, помнишь, когда жили? Да, да. Блин, вроде бы, с одной стороны, классно и выгодно, и удобно, центр, все дела, но все равно долго хостел, он, прям, вот, вот здесь. Я поэтому тоже, и сейчас я плачу за комнату меньше, чем я платил за хостел, и чувствую себя прекрасно, суперсвободное пространство. Делай, что хочешь, и тебе за это ничего не будет. Хостел отлично подойдет для тем, кто вот такой энергичный, он любит с людьми, он любит такой веселиться, прям вот это стопа удалить. У нас, помнишь, в хостеле были люди, которые 200 зарабатывали, но они жили, потому что им нравилась вот эта обстановка, вот эта атмосфера. Их не выгодят, я тоже, вот, люди бывают просто им прям в кайф. В Москве у тебя тогда вот не получалось, ну, ты расслабился, да, но все равно у тебя был какой-то доход, ты, как бы, ну, мог жить, да. Может, сказать, не шикарно там, как-то не на... Обычно. Да, то есть просто у тебя были деньги на питание, на жилье, на какие-то там маломальские похождения. Вот почему ты просто решил, что надо просто взять и обрезать, и поехать домой? Смотрите, до того, как я приехал в Москву, я всегда занимался крышами. Я вот это умел прям хорошо, профессионально умею. Почему-то вот когда я приезжал, мне это надоело, я подумал, я могу больше, и переехал. Это была, кстати, тоже ошибка. Я переосмыслил, понял, в чем я хорош, и ушел обратно на крышу делать. Я сначала тут начал крышу делать, потом появился объект в Саратове, я пошел в Саратове, потом я опять в Москве делал их, и куча начала вот так, бюджет-бюджет-бюджет-бюджет-бюджет-бюджет-бюджет. Такой, да? А сейчас вот сезон кончился, я пока работал в крыше, вот я начал все, что заработал, инвестировал, отучился, блок свой начал спортивный вести, и сейчас вот хочу вот просто, чтобы у меня был постоянный, вечно такой, связать со спортом. Нашел я себя, долго искал, но нашел себя в спорте. Ну, самое главное, знаешь, как, чтобы это действительно было искренне, потому что зачастую... Все может поменяться, я сейчас думаю, я сейчас начну, а потом пойму, что мне это не нравится, я пойду в другое. Ты достигнешь просто каких-то результатов. Главное, это не стоять на месте. У тебя здесь, тебе не понравилось, но ты иди в другое. Там не понравилось, иди в другое, и когда-нибудь найдешь точно свое. А вот за то время, пока ты здесь пребывал, вот это хоть и недолго было, но было сколько ты, полгода здесь пробыл? 17 ноября я сюда приехал, а уехал я отсюда в июне. В июне, то есть условно 8 месяцев, да? Да, да. Нашел тут каких-то друзей, прям, ну, условно, вот прям верных? То есть как тут вообще с людьми обстоят? Как тебе показались люди в Москве? То есть друзья, отношения, взаимоотношения? Вот как здесь контакт с людьми вообще у тебя проходил? Скажу так, абсолютно никому не доверяй. Вот он тебе клянется, что я твой брат, не верь ему, он тебя обманет. Вот я тебя помню, доверять здесь никому нельзя. Были люди, которые говорили, прям в глаза мне говорили, брат туда-сюда, а потом брали и какую-то кидали. И не то, чтобы, условно говоря, не выполняли свои обязательства, прям обманывали, реально. Там подстава была, конкретная подстава была. Были пару случаев, не на камеру, но были. И благодаря кое-кому мы их разрешили. Нашли его. Да, в Москве из-за того, что здесь не то, что люди плохие или хорошие, просто из-за конкуренции люди вынуждены просто идти уже на нехорошие дела. У меня были такие люди, которые реально, вот мне казалось, что я им доверяю, что они прям заслуживают доверия. И потом оказывалось, что человек просто кидает прям в наглую. Но бывают, что такие люди, вот они прям, вот у них натура черствая. Есть, которые вынуждены кидают, а есть, которые прям вот такие все шелковые. А потом, хоп, абонент не абонент, дверь закрыта, замки поменены. Вот так вот. Да, поэтому доверять никому не стоит. Насчет доверия здесь прям... То есть доверяй, но проверяй. И опять же, держи дистанцию. Даже у меня теперь так, что я даже, ну как бы условно, относительно близким людям не до конца доверяю. У меня есть там знакомая, да, с которой мы там дружим давненько. Ну как, не то, что дружим, а знакомы давненько. Но все равно я вот, ну нет. Доверяй, ну проверяй, иногда не работает в плане того, чтобы лучше просто не доверять, ну, держать дистанцию до конца. То есть, осмотри, Ибра, вот такая тема. Как тебе вообще, в принципе, обстановка в городе? Потому что здесь очень много ограничений, здесь, ну, то есть здесь есть реально вот городские законы, да, что вот здесь, например, нельзя там, ну, не будем говорить то, что ты там, не знаю, не пьешь, не куришь, но условно, то есть для тебя реально могут вот... У меня были такие случаи насчет маски, помнишь? Я просто сейчас вспомнил, потому что ко мне недавно подходили ребята в метро насчет маски. Ну, полиция. Что вот как сталкиваешься ли ты с правонарушениями в отношении тебя? Самое важное, что ты должен сделать, прежде чем приехать, это сесть и выучить все свои права, которые у тебя есть. Чтобы когда тебя останавливают, там, менты и тебя останавливают, вот эти шестерки работники в метро останавливают за маску, которые тебя по факту не имеют права останавливать, но за счет того, что... Охранник тебе говорит, давай карманы показывай. Давай карман покажешь. Вот такие права надо знать, потому что денег сэкономишь, просто денег сэкономишь. Время сэкономишь и денег сэкономишь. Да, денег, времени, сил, потому что... Да, да, да. Ну, действительно. Вот у меня был случай недавно. Подошли ребята, а я иду, у меня как бы шарф, такая вот спортивная штука, как шарфик. Я ее раз и натянул, и иду. Подходят, здравствуйте, там, лейтенант Петухов говорит, почему, говорит, без маски? Я, в смысле, говорю, как без маски? У меня вот есть, ну, на лице маска. Говорит, ну, так это ж не маска. А он сам стоит в повязочке, вот, знаешь, вот эти черные маски из неопрена. Я говорю, а как бы, а у вас что, маска? Он говорит, ну, у меня маска, а у вас, говорит, типа шарфик. Я говорю, а что, что есть маска? Что такое вот маска? Есть такое вот где-то, есть прописано, вот есть понятие паспорт, да? Это документ установленного образца. Есть, говорю, маска установленного образца, чтобы на нее была какая-то характеристика, чтобы она отвечала каким-то требованиям, каким-то нормам. То есть, сейчас маска, по факту де-факто, это просто намордник. И думаете, да, и думаете, у вас из неопрена вот эта вот фигня, то есть, она вас защищает. То есть, здесь, знаете как, я считаю, что маска, это требование не как, не чтобы защитить человека, а чтобы до него не докопаться, да? Вот у нас есть масочный режим, да, вот и все. И поэтому там в магазинах тоже вот кассиры, мол, а я вам не пробью, мол, без этого, без маски. То есть, без маски не обслуживаются. А как ты не обслуживаешься? Ну, как бы, у меня, может, там есть какая-то на лице история. Кстати, многие закатывали даже скандалы, которые вот... Интересная ситуация была, правда, на кассире я часто делаю это. В тиктоке просто видел. Вот говорят, без маски не пробьем. А я говорю, а продайте мне маску. А они такие, а как ты мне маску продашь без маски? Это типа... Да, да. Они, кстати, маски пробивают. Ну, ладно, они тебе пробивают маску без маски, а, грубо говоря, хлеб тебе без маски не продадут. Блин, слушай, а я и не задумывался об этом. Я часто так делаю, когда у меня спрашивают, они сразу в ступор такие стоят. Блин, надо будет запомнить, это реальная тема. Такая еще есть ситуация. Например, условно ты, вот тебе там 20 лет, да? 21. Чтобы, например, есть такой же человек, но где-то в условном там, в условной Ростовской области. Тоже, ну, как бы что-то умеет без какого-то образования, но есть большое желание вот как-то развиваться, двигаться. Потому что окружающая среда тебя ограничивает. Потому что я, например, переехал в Москву в 19 лет, потому что просто был не вариант. Что бы ты посоветовал вот молодым ребятам, которые вот... У меня аудитория от 18 до 35. Я не скажу, что 35 это супер молодой, но не супер старт. Что бы ты посоветовал? Вот прям в камеру скажу. Вот мне нечего посоветовать тем, кому уже от 30, потому что я не такой. Мне вот 21, я вот могу дать совет таким же вот, как я. Потому что не знаю, что бывает перед переездом, какие там у тебя волнения. На самом деле вот мы из простых вещей делаем сложное. По факту переезд, это очень просто было. Это было вот как я себе думал, а что я буду там делать, а вдруг там не получится. А по факту это все обыденные вещи, и это на самом деле очень просто. Если ты что-то решил, идешь и делаешь, и все. Не надо из простого делать сложное. Захотел ты переехать, прописал ты какие-то цели. Понял ты, зачем сюда едешь. Не просто ты сюда едешь, чтобы просто там, знаешь, работать и на Москва-Сити посмотреть. Нет, ты сюда ешь конкретно, чтобы чего-то добиться. Чтобы это не был переезд ради переезда. Да, чтобы это был переезд не ради переезда. Ты не тратишь просто так свое время. Потому что время уходит, ты становишься все старше. Это очень ценный ресурс. Или старее. Не старее. Да, на самом деле это правда, действительно. Потому что я сюда, я как бы уже говорил в одном ролике. Кстати, вот здесь будет подсказочка, посмотрите. Тебя смотрят школьники? Бывают некоторые. Вот школьникам совет. Вот пока у вас есть возможность, что за вас родители платят, изучайте профессии. Чтобы вы когда-то от них съедете. Это прям очень важно. Какую-то профессию. Сейчас море онлайн профессий, которые может школьник зарабатывать. Вот и все. Изучайте, чтобы вы вышли и работали. Не на стройку шли первого. А современные профессии. Да, не на стройке был. А допустим, вы SMM, таргет, блогер, даже что угодно. Сейчас там море этих профессий. То есть, знаете как, на заводах, как многие мне пишут, вот вы сейчас все уйдете в интернет, а кто будет работать на заводах? Ребята, на заводах будут работать роботы. Которых будете вы программировать, которых будете вы создавать, проецировать, обслуживать. Поэтому, ну, сейчас вот эта вся история про заводы, это, блин, вчерашний день. Ну, и еще такое. А если роботов не создадут, найдутся люди, которые на заводах? Да уже, знаете как, уже доставку осуществляют на роботах. Скоро курьеры отпадут. Уже создаются беспилотники, там, автомобили. И все, скоро водителей не станет. А те, кто с котелком и с руками, те, соответственно, ну, те будут в приоритете. Поэтому вот, ребята, если вам не много лет или у вас есть еще запас, набрасывайтесь на какую-то вот современную деятельность. Откройте видео в ютубе топ-10 профессий современности или топ-10 умирающих профессий. И вы офигеете. Сейчас в списках Форбс в Европе, в Штатах, там все айтишники. Кто что создал. Тесла, Майкрософт, Гугл. Весь Форбс американский, он айтишный. Весь Форбс наш, это как бы... Завод. Это завод. Нет, это заводы приватизировали, ребята. Надо чувствовать, чтобы чего-то надо, вот если ты нутром чувствуешь, что ты чего-то стоишь, что ты вот прям стоишь выше завода, не делаешь. А если не чувствуешь себя там слабаком, то ты по жизни будешь слабак, фуфлой, и ничего у тебя не получится. И, что еще важно, никого не слушайте. Твой опыт, это только твой опыт, твои ошибки на ошибках учатся больше, чем на победах. Потому что, когда ты победил, ты расслабился. А когда ты ошибся, ты, во-первых, пострадаешь от своей ошибки. Ну, прострадаешь какое-то время. И за это время у тебя будет время подумать и время осмыслить это все. И перестроиться. Согласен? Согласен, конечно. Есть что добавить? Добавить нечего. То же самое, что я сказал и тогда. Только тогда я это говорил от каких-то, не знаю. С фантазиями. А сейчас ты говоришь на опыте, да? Да, это не от души. А сейчас я прямо на опыте говорю. Захотел что-то сделать, взял, пошел и сделал. Все на самом деле очень просто. Добавить нечего. Ребята, спасибо, что были с нами, посмотрели этот выпуск. Спасибо Ибра, что приехал и пришел. Спасибо Богдану за интервью. Это был просто разговор людей, которые просто, скажем так, немножечко были пустоваты для общества, для какой-то деятельности. Но мы накопили опыт, мы накопили какие-то знания. И мы вам их передаем, потому что я уверен, большинство из вас, ребята, кто нас смотрит сейчас, у вас тоже нет каких-то сверхресурсов. Может, как умственных, там нет сверхобразований или каких-то там гениальных способностей. Нет денег, нет каких-то там условных талантов. Мы с вами обычные люди. И нам нужно двигаться вперед по намеченным целям, исходя из опыта желательно других, но свой он тоже важен. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И до встречи в следующих выпусках. Пока. А третья часть будет уже в Москва-Сити, потому что мы не сидим на месте.